Доброе утро, Игорь Жариков и полной энергии Кристины Смирновой. Да, именно так. Сейчас все мы наполнимся энергией, но я в это очень верю, во всяком случае. Но с этим не должно возникнуть проблем. Во-первых, сегодня Всемирный день Тензи Цюаньи Цигун, а во-вторых, с нами тренер Нурлан Саппаров. Доброе утро, Нурлан. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Мы в этой позе стоим. С правильной позиции, да? Да, потому что вот что это вообще? Что мы сейчас делали? Вы нам показали, но не объяснили. Это начальная позиция перед занятиями Цигун. Так, ну все, то есть у нас правильное начало, мы можем двигаться дальше. И сначала давайте разберемся с понятиями. Да, вообще Тензи Цюань и Цигун, они вместе всегда. Но это же разные дисциплины, почему они вместе? Это разные дисциплины, потому что Цигун, это работа с Ци, а Тэй Цзи Цуань, это более широкое понятие, это боевое искусство, в первую очередь. А-а-а. Так, а Цигун, это получается больше дыхательная гимнастика? Это работа с энергией Ци. Это самое непонятное, что обычно всегда людей приводит в какой-то неописуемый восторг. Да. Работа с Ци, и когда непонятное появляется, сразу это обретает эзотерический смысл глубокий. А по факту-то в этом есть смысл? Безусловно. Цигун, это один из способов, во-первых, соединить две величайшие противоположности. Инь-ян, пустое, полное, тяжелое, легкое. А второе, Цигун, это один из способов вырастить в себе новое качество. И это и есть задача Цигуна. Например, вы хотите научиться рисовать, усердно работаете над своим стремлением и желанием, каждый день много рисуете, берете уроки, работаете не покладая рук и становитесь знаменитым художником. Это значит, что вы тренировались Цигун в направлении развития искусства изобразительного. А, так это работает. Это помогает добиваться цели, получается? Конечно. Да? То есть разбогатеть можно с помощью этой энергии? Да, в общем-то... Есть упражнение какое-то по поводу разбогатеть, давайте попробуем. Вот, поэтому... И третье самое, что как бы является вот этой тайной, нужно понять, что такое Цигун. Я обычно просто объясняю, что представьте себе два разных автомобиля. Один новый, в котором поменены масло, все вот смазанные детали, трущиеся, да, и вот электрика вся проверена. А другой автомобиль, за которым лет 10 никто не ухаживает. Вот, и вот они будут ехать по-разному. И можно будет сказать, что один автомобиль полон Ци, а во втором автомобиле этого Ци не хватает. А вы по нам прямо сейчас можете определить, у нас эта энергия Ци есть, много ее или нет, или нам не хватает? Мы не обидимся, если вы скажете, что нет. Вот как-то вы можете это считывать? Это считывается по человеку, как вот он себя ведет, как он стоит, насколько, скажем, живо его тело, живо его... Движение, да? Блеск в глазах, движение мозга. Она постоянно обвихляется, вот, вот, поднялся. Нет, 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 нет. Это не есть показатель, да. Вот, это показатель того, что ли в избытке, да, то есть есть еще энергии много в человеческом теле. Русские люди называют это Шило, а в одном месте... В тайце это называют мии. Простая физическая энергия. Это мускульная сила, да, которой вот как бы много, ее нужно куда-то девать. Но энергия-то есть у нас Ци? Есть, не переживайте. Ну все, значит, мы смазанный автомобиль. Она есть у всех, да, поэтому ее очень... Но иногда бывает много энергии, а иногда бывает мало. Бывает больше, когда вы в конце рабочего дня устали, вы испытываете стресс после работы, вы измучены какими-то проблемами постоянно. Есть какое-то упражнение, как это все меморизировать? Поднять уровень энергии. Покажите, покажите, как надо подвигаться, чтобы вот прийти с работы, уставшим, но поделать какие-то упражнения и снова огурцом. Ну вот элементарное упражнение, например, просто привести себя в порядок, это, ну я это называю поршень очищающий. То есть вы набираете... Мы будем повторять за вами. Ручки в этом же положении, да, собрали, вот сердечко, да? Это у нас начальная стадия. Мужчина собирает левую руку вверх, у женщин правая рука сверху. Правая рука. Ладошки встали. Мы наоборот встали, кто-то из нас неправильно. Нет, правильно. Нет, все верно. У вас, да, левая рука сверху. Большие пальцы не разъединяем. Ручки опускаем чуть ниже пука и ребрышками ладоней касаемся живота. Чуть-чуть согнуть коленки, полностью расслабиться, да? И теперь движения разъединяем руки, делаем вдох, глазами сопровождаем ручки. Поднимать, тянуться никуда не нужно. Представляем, что мы труба, а ладошки превращаются в поршень. И мы этот поршень сквозь себя пропускаем. Всё грязное, всё тяжёлое продавливаем и сталкиваем в землю. Коленки ещё чуть согнули, подсели. А потом из земли берём опять чистое, светлое и опять наполняем себя. Ручки вверх. Обычно это делается 7-9 раз. Но самовнушение здесь работает, когда мы проговариваем, что мы собираем чистую энергию, отправляем. Это не самовнушение, это, скажем так, просто наблюдение за процессом. Вот если вы это несколько раз делаете, вы почувствуете, что вам действительно стало как-то свободнее в теле. Такое ощущение, что вы действительно через себя продавили и всё убрали вниз. В самом начале мы с вами поговорили про упражнение, которое спровоцирует наше богатство. Да. Давайте попробуем его. Есть так называемая поза бога здоровья. Он же бог благополучия и удачи, хаты. Прекрасный человек. То есть, в принципе, упражнение делается из базового этого же упражнения. То есть, мы встаём, делаем полноценный вдох. Только теперь нужно садиться пониже, вслед за руками. Опускаем ручки, продавливаем поршень. Опускаемся вниз. Теперь нужно направить пальчики вверх и вытянуть тело и ручки в горизонтальное положение. Параллельно земле, да. То есть, если хочешь богатства, придётся постараться вдохнуть. Ты на плоской. У меня пока не очень. Выровнять и ручки поднять. И теперь кончики пальцев поднимают меня вверх. А вот так. Какое-то красиво. Да, красиво у меня не очень. Теперь ощущение, как будто вы висите на руках и на турничке, да, и отвисаете вниз. Ощущение, как будто у меня ноги забиваются потихоньку. Ну, а это упражнение требует физической подготовки. Для здоровья и богатства, да? А потом мы спокойненько опускаемся. А ручками собираем всё это. Всё в себя втягиваем. В море ци, в точку циха. И вот сюда, ниже пупка. Сюда всё обратно собраем. И в карман. Нет, оно уже там. В общем, да. Всё, уже здесь есть. Всё внутри, да. Ну, ладно, скажите, люди, возрастная категория, кто этим занимается? Вообще ограничений нет. Это можно йогой назвать? У меня три... нет, ни в коем случае. Движения очень похожи, нет? Нет. Энергия также, где-то растяжка также задействована. У меня самый взрослый мой ученик, ему уже около семидесяти. Он занимается уже около пятнадцати лет у меня. И он работает в определённом направлении? Ну, условно. Она со мной вместе бегает пять-семь километров каждую субботу. Она садится на шпагат. Это женщина, в общем-то. Она архитектора успешнее достаточно. Вот. Поэтому вот сейчас она на пенсии. И вот у неё... Это одно из таких оставшихся увлечений. Это... Спасибо огромное, что погрузили нас в этот мир. Секретные упражнения получены. Поэтому все, кто сейчас ты видел, пользуйтесь. Пожалуйста. Спасибо вам большое. Спасибо большое. И ждём вас снова в гости. Так, как правильно нужно попрощаться? Вот так? И пальчики. Всё. Спасибо, спасибо. До свидания.